Поехала за пиво, ну что зачем? Селена сотворялась... Долгая... Ты тут вообще? Ну да. Хорошо. А оно тебе не сильно мешало, да? Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, с чего началось селена? Ну, я думаю... Я не думаю, что оно вообще начиналось. Я думаю, всегда что-то было. Ничего, ну... Как может быть... Я просто не понимаю, как может быть что-то сотвориться, если оно могло быть и вечно это все. Оно было, оно всегда осталось. Могло быть. А вот как же тогда ведические тексты, где говорится, что было сотворение? Как ты думаешь? Я думаю, до Вселенной что-то существовало. А оно... О, прекрасно. А как, например, ты думаешь, из чего состоит материя? Из этого молитвы? Нет. 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 Из чего? Ну, я думаю, что из света. Из энергии. Кто создал Вселенную и зачем? Как ты думаешь? Кто? Это мне просто... Ну, я думаю, что это чья-то игра. И мы просто на этой земле, чтобы достичь какого-то уровня, опыта, чтобы перейти на какой-то другой уровень, на другую землю даже. Как-то так. Понятно. Каково соотношение Всевышнего и живых существ? Ну, тут у нас как бы и не урок такой, что там не ответила, там двойка и не пытка. Ты не учишься. Ты не учишься. Ты не учишься. Здесь просто как бы разговор, но для того, чтобы как бы обучение шло лучше, мне надо некоторые такие мировоззренческие вопросы задать сначала. Поэтому неправильный ответ – это тоже ответ и тоже хорошо. Самый страшный ответ, которого нет. Там в одном тексте сказано, что самый глупый вопрос – это тот, который не задан, а самый плохой ответ, который не был произнесен. Снимая связь Всевышнего и что там? И живых существ. Нас. И живых существ. Вот. Удомы. Вот забыли. Я уже. Удомы, что мы с ним думаем. Домы тоже. Удомы, то уже. Удомы тоже. Сигнализация. Юля, любой ответ? Я не знаю, какая связь. Ладно, ладно. Что ты думаешь там? Совесть. Кто она такая, где водится и как дальше? Ну, вообще, насколько я понимаю. Совместная весть. То есть это голос Всевышнего в моей душе. Да, так в этом. Там приблизительно так написано. А я слышал по-русскому радио, как хомяк. Несколько спит. В Ведах и есть описание изначального духовного мира. Ну, я надеюсь, что каждый из нас понимает, что мы не тело, да? Не только тело. Ты не считаешь это тело? Нет. Ну, как связано все это, но... Ну да, то есть сейчас на тебе это тело находится, ты им пользуешься. Это тело является частью проявления твоего внутреннего мира, но ты не оно, оно не ты. Так же ж? Это трудно осознать. Ну, это просто сказать. Если тебе ногу отрезать и сжечься раз уже, ты останешься или нет? Да, останусь, конечно. Вот. Уже понятно, что ты не тело. Ну, нога – это нога, а вот другие части тела, которые обеспечивают твою жизнедеятельность. Ну, хорошо. Тогда клиническая смерть. И пациент выходит и смотрит, как врачи в его мозгу коверяются. Было такое? Ну да. Значит, ты не мозг. Да? Ну, он как бы отключился, но потом он вернулся уже. Нет, ты видишь уже. Ну, он вернулся, но он видит сверху. Что твоим телом, которым ты… Тогда еще интереснее вопрос. Воспоминания о прошлых жизнях. Откуда твое тело может знать о предыдущих телах? А ведь некоторые говорят, что это глупость, мы сами себе придумываем. Неправда. Есть четкие данные, что человек вспомнил прошлое жизни, поехал в ту местность, где он в этой жизни никогда не был. Поехал и говорит, а вот здесь такая улица, а здесь так было, а здесь это. И это все соответствует. Ну, может, некоторые клетки мозга еще остаются самым как работоспособны? Ну, их не было. Тело другое. Как это? Нет. Ладно. То есть, я думаю, что если разобраться, то будет понятно, что мы не тело. И не душа. Не только тело. То есть, мы сложная система, в состав которой входит и тело, и душа, и все, что положено. Не совсем так. Это внешнее сознание воспринимает, что как бы это тело часть нас. На самом деле это тело наше, оно на время нам дано. Вот там князь какой-то есть, а у него княжество, оно фактически как его тело становится. Ну, князь может умереть, там может стать другой князь во главе княжества, или он может пойти захватить власть в соседнем княжестве. Есть же такое? Ну, пример достаточно такой примитивный, тем не менее это. И в Ведах говорится, что есть духовный мир, где нет вот этой иллюзорной материи. Вся эта материя иллюзорна. Согласны? Да. Её нету на самом деле. Согласны? А? Нет. Хорошо. А что под этим понимаешь? Скажи, пожалуйста, с чем ты не согласен? С кем твоей иллюзорной материи иллюзорной? Ну, её же нет, на самом деле. Ну, как и нет, если я вижу всё это перед собой. Это галлюцинация у тебя. Конечно. Если на самом деле это ограниченность нашего восприятия. Вот эти глаза, они могут видеть только вот эту какую-то картинку, которая на самом деле нереальна. Если когда берут микроскопом, смотрят на это. Вот я сейчас трогаю, мне кажется, что оно какое-то там имеет какую-то плотность, всё такое. Если разобраться, это совокупность атомов. Ну, логично. Атомы находятся на космических расстояниях друг от друга. Ну, а сталкивайся ещё за ним никуда. То есть между атомами пустота. Она не может быть пустотой. Ну, как бы там она просто заполнена другим чем-то. Ну, с грубоматериальной точки зрения – пустота. С тонкоматериальной – да, а с грубоматериальной – пустота. Космическая – пустота буквально. Пропорции атома соответствуют пропорциям Солнечной системы. То есть, по большому счёту, и твоё тело, и всё это – это пустота, в которой на определённых участках присутствуют искры, духи, живые существа. Такие же сознания, как и ты, как и я, просто которые заснули. И они себя не осознают, они спят. Их боги собрали, сгруппировали и сделали из них материю, пока они спят. А нам кажется, что это тут, извиняюсь, коврик какой-то. Понятно? Не совсем, но… Ну хорошо, опровергни тогда то, что я сказал. Ну, между атомами есть какое-то поле, и они взаимодействуют. Да, есть законы, которые говорят, что вот на таком расстоянии они должны отталкиваться, притягиваться друг к другу, как и между землями, как и между звёздами. Но, по большому счёту, там пустота. И вот эти законы, они делают возможным, что мы видим какие-то предметы. Ну да. А что это за законы, как ты думаешь? Тяготение. А хорошо, вот мы говорим законы государства, а законы государства их же что-то написал? Ну да. А кто эти законы написал? Люди. Законы Вселенной? Нет. Учёные пишут. Как учёные? Вот учёные сейчас открыли закон тяготения, там сколько-то лет назад не открывали, что тяготения не было? Ну было. Ну а кто его тогда сделал? Никто не сделал. Ну а где оно взялось? И это закон. Это же не всё такое хаотично, это же закон. Закон – это означает какая-то чёткая последовательность, какое-то чёткое соотношение определённых действий или определённых реакций на другие действия или реакции. Ну да, учёные привёл логическую связь. Учёные просто это как-то по-своему описывают, эти законы. Но эти же законы есть? Есть. А кто их создал? Учёные их описали. Они описали не законы, они описали своё понимание. Учёные видения на основе вот этих примитивных органов чувств, этих законов. То есть это всё равно, что я сейчас буду писать трактат о кошке, живущей у твоих соседей, которую я никогда не видел, про которую ты мне ничего не говорил и которой, может быть, и нету. Но чисто логично я представляю, что, возможно, у каких-то твоих соседей должна быть кошка. Пример такой приблизительно. Если у них постоянно пошкарябаные руки. Даже не обязательно. Ладно, начну тогда с ведической стороны. В ведах описывается, что изначально существовал Духовный мир. Все мы там уже находились. Как-то мы были созданы или не были созданы, мы это понять не сможем. Потому что мы воспринимаем линейное время. Там нету времени. Вообще никакого. И поэтому, чтобы понять, как там, что там, откуда, где и зачем, нам надо возродить своё духовное сознание. То есть, там, ну как калькулятором нельзя пересчитать какие-то сложные вычисления компьютера. Так же ж? Вот так и это пример. Можно пересчитать, но времени очень много уйдёт. Ну да. А у нас в жизни этого тела ограничено, поэтому, так сказать, не получится. И там часть живых существ, изначально вечных, изначально существующих, изначально самосветящихся и всезнающих, сказала Всевышнему, что они хотят чего-то нового. И Всевышний создал это что-то новое. Если брать современные как выражения рахманской традиции, так и индийские выражения, то мы можем найти такие характеристики этого мира, как больница, тюрьма, школа, там, как виртуальная реальность, ну ещё ряд других. И если так внешне посмотреть, то, кажется, это противоречит полностью друг другу. На самом деле это просто разные грани одного и того же. Понятно, про что я говорю? Если хоть кому-то хоть что-то непонятное. Насколько я понял, просто каждый смотрит, ну все смотрят на один и тот же объект и каждый его видит по-разному. Ну да, ну то есть я привёл как бы разные грани воззрения на то, чем является воззрение. На один и тот же объект, да. Это понятно? Он недавно, сука, всё перевалил, что-то. Не напомню, я ещё над теми числами медитирую. Периодически. Ладно, я сейчас о хорошем должен думать, ты ж меня не сбила. Не, я не в том смысле. Я заговорился, извиняюсь. Всё на самом деле хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо. Изначально в одном из закутков духовного мира Всевышний создал как платформу такую, которая от того закутка не больше песчинки в сравнении по размеру. Он проявился над этой платформой и начал испускать к ней лучи. В этих лучах находятся шары. В шарах орбиты, подобные орбитам атома или Солнечной системы. Понятно это устройство? Атомы имеются в виду с точки зрения современной науки? Ну то, что сейчас называется. Я ж пока современными словами говорю. Если хоть что-то непонятно, пожалуйста, не стесняйся задавать вопросы. Соответственно, на одной из этих орбит вращаются, как подобно у нас есть, пояс астероида в нашей Солнечной системе. А там есть пояс из таких яйцеобразных образований специальных. Эти образования называются вселенские яйца. Возможно, кто изучал мифологию, слышали такие космогонические образы. «Вселенское яйцо», «Вселенская гора», «Вселенское древо», «Космогоническая птица». В книгах историков, мифологов, фортилляристов иногда может. В частности, мне нравится то, что по этому поводу Плачин дописал, то, что он на основе украинской народной традиции собрал. Но, если разбирать веды, там все намного глубиннее. Внизу этого яйца вселенского проявился Всевышний Ра. «Бог богов, творец миров». Понятно, кто вы? Кто такой Всевышний Ра? Кто такой Всевышний Ра? Слева, Слева, Истанра, Жия. Что это означает, помнишь? Ладно. Всевышний Ра проявился внизу вселенского яйца и спустил вверх свою мысль. На вершине мысли он переродился и создал вокруг себя прямоугольную плоскость. Представьте, квадрат, пересеченный крестом. Вот он создал вокруг себя такой квадрат и сделал так, что проявились оси, которые удерживают этот квадрат. То есть вот такой квадрат, который удержан богами, которые проявлены как столбы мироздания. Тоже такое выражение, наверное, слышали. Только как бы сейчас никто не знает, чему он вообще, куда его приделать, какие столбы мироздания, где эти столбы находятся. А в языке осталось иногда. Ну, я знаю, что много людей используют этот термин. А вот если поймать конкретного человека и спросить, что это за столбы. Тут начнутся или теории какие-то, или просто человек скажет, не знаю, даже близко не представляю. А вот это те столбы, которые удерживают плоскость сварги. Всевышний испустил из себя в оба конца сварги и стан Бога и числа Бога. И стан Бог – это Бог вселенских законов. Числа Бог – это Бог вселенской мудрости или, как сейчас говорят, информации. Представили, вот квадрат, в оба конца испускаются Боги. Они занимают такие маленькие квадраты, соответствующие, которые как одна четвертая от этого всего квадрата. И что у нас получается? У нас получается, что два других противоположных квадрата остаются абсолютно отделенными друг от друга. Поняли? В них по воле Ра зарождается Белобог и Чернобог. Кто такие, знаете? Белобог – это, как веда говорится, Бог благовремения. Чернобог – это Бог злочастия. То есть это два Бога времени. И вот, когда они там зародились, когда они выросли, они сошлись к центру. К тому времени Всевышний, который был в центре, поднялся над этим. А они сошлись в центре, и началась их набитва. Их набитва, как противостояние, образует поле времени. Понятно, что расстояние образует две точки. Также расстояния нет вообще. Вот одна точка здесь, другая здесь. Между ними я могу что-то отмерять. А то как по-другому расстояние? Или у кого-то есть другая цивилия какая-то? Само образ слова говорит о том, что нужно мерять между чем-то и чем-то. Да. Вот современное электричество вроде бы тоже говорят, что это основано на противодействии. Плюс-айминус. И время также само основано на двух противоположностях. Современное электричество – это большое… Творение и разрушение. Белобог – это творение и поддержание. Чернобог – это деградация и разрушение. Эти два процесса, совмещаясь, создают все многообразие времени в этой Вселенной. Всевышний, поднявшись над центром Сварги, создал в этом центре Бога пространство. Его зовут Ноан. Он же известный у египтян как Нун. Он же известный у шумеров как Анн. Слышали? Совсем не слышали? Бог Анн. Ладно. То есть это то, о чем мы говорили, да? Да. То есть любое пространство всегда заполнено чем-то. Ну вот этим Богом. То есть Он – это Его тело. Его тело не материальное. Оно тонкоматериальное. Ну, скажем так, все равно это материя, просто не такая грубая. Это тонкая материя. То есть в Ведах же четкое есть различие между духовной природой, грубой материи и тонкой материи. Тонкоматерия – она намного более разреженная. И искры ее, которые составляют, они намного ближе к сознательности. Интересно будет разобраться в этом вопросе, но я тебя просто в сторонку ввожу от основного. Всевышний поднялся на небольшой отрезок пространства над вот этой плоскостью, которую Он создал. И, помните, сначала Он внизу яйца, потом Он поднялся вверх на мысли и от шкарлупы недалеко проявился. Вот сварбу Он создавал недалеко от шкарлупы. Когда Он поднялся, Он с собой пробил шкарлупу этого вселенского яйца. И получается, Он с одной стороны в проявлении духовного мира в материальном, с другой стороны в этом яйце в материальном мире. Сверху, как треугольником вниз таким, Он в себя принял искры, которые желали воплотиться из духовного мира. И как треугольником вершиной вверх, Он распространил из себя их по сварке, по этой плоскости. Поэтому, если нижняя длинная часть Аллатара, вот этого обелиска, она имеет форму четырехграммной колонны, то верхняя часть имеет форму пирамиды. Свет распространяется пирамидально, это тоже из физики известно, так же? А знаете, как Всевышнего, как Творца называют индусов? Брахма. Брахма. Брахма, да. А какое есть похожее украинское слово? Творец. Очень похоже. Брахма и Творец. Брахма. 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 Да. Брахма. Брахма – это ворота. Да. Через Всевышнего. Они вошли и вышли. Он был как ворота, он как то через что они прошли. С другой стороны, можно сказать, что он их как выдохнул, и отсюда образно-звуковое соотношение рта, то есть рот, и слово «род», то есть Всевышний как Творец Вселенной, он как выдохнул их своего рода в материальный мир. И вот, когда он их выдохнул в сварбу, в нем зародились боги праматерии – Тифон и Тифанида. По-другому их еще называют Шау и Шау-Вай. То есть, ну, разные варианты имен. Почему Шау? Потому что Сау – это свет Всевышнего, а это свет Всевышнего, который уже преломился и чуть-чуть запачкался. То есть, Сау – это как чистый свет Всевышнего, а это уже что-то такое уже ближе к материи, ближе к цветам. Более грубая материя? Да. Вот эти два бога зародились во Всевышнем, и он их испустил в сварбу. То есть, смотрите, у нас есть пирамида четырехгранная и есть плоскость. По двум сторонам этой пирамиды их вниз, к плоскости. Они прошли друг через друга и по другим двум плоскостям пирамиды поднялись обратно к нему. Понятно? Тут же возьмите во внимание, что вот у нас эта плоскость. Там, в центре ее, ноам, из которого Всевышний сделал, что проявилась как уменьшенная копия всего этого обелиска. Принцип матрешки. То есть, получается, что они прошли… Объекты, вписанные друг в друга. Понятно? Они по границе между… И вот сначала Всевышний испустил их в самое маленькое проявление сварги, которое потом было отправлено в более большее проявление, и также эти боги туда не зашли. И так материя была создана на разных уровнях. Я сейчас говорю очень сокращенно. В тексте о сотворении там все это пошагово расписано, и даются схемы, как нисходили, как возвращались. Я советую взять у Родослава текст и качественно его изучить, плюс попросить его комментариев. Так как с ним мы уже это несколько раз разбирали. Хорошо? Угу. Вот. Ты согласен с этим? Я готов. Ну, для чего я изучаю? Для того, чтобы… То есть, проповедь – это же одна из основ духовного развития. Там же распространение истинных знаний. Есть еще интересная штука по карме, да? Да. То, что я распространяю, то я получаю. Да. Поэтому… И вот тут сейчас я хочу сделать небольшое отступление, но чтобы был больше понятен инглиизм и вообще те примеры, которые имеют место быть. Когда-то один из легов в высших мирах на основе закона кармы решил проповедовать низшим живым существам для того, чтобы ему открылись высшие знания. В славяно-арейских ведах это записано. Ну, в тех текстах, которые издал Хиневич. А у него нашелся противник, который, видно, сам чуть-чуть мозгами был слабее и не догадался, что так можно сделать. А когда увидел, что это сделал, думал, ох ты гад такой, нельзя так делать. И говорит, нельзя в низшее мир и высшее знание дать. И война между ними началась. И в конце концов, там они этого праведного лега от себя отогнали, все такое. И прошло время, последователи того вот существа, которое не захотело, чтобы шла проповедь, повлияли на основателей той ученической преемственности, которая сейчас известна как инглиизм. И высшего лега, но леги – это в славянской традиции практически тех, кто в христианстве ангелы, понятно? Высшее живое существо. Его за то, что он хотел проповедовать, приравняли к Чернобогу. Видите, какие вингвизме искажения? Я вот просто, эта ситуация мне очень близка, потому что как бы я тоже знание рахманской традиции решил нести всем людям, потому что мне так сказал духовный учитель. И вот заместитель главы традиции, он сейчас тоже себя считает великим борцом за справедливость, что он там мешает мне в проповеди. Так что неудивительно, если они и меня через пару тысяч лет к Чернобогу допишут. А ведь того лега, который проповедовал инглинги, так и называют сейчас только Чернобогом. У меня они вообще интересные ребята. Я слышал сейчас английский вообще в религию. Конкретно так, сейчас вот навязывают как-то. Ладно, как бы отходим от этого отступления. Я его просто сделал так, как ты насчет запанакармы сказал. И вот, когда время в свадке потекло, когда материя была создана на многих уровнях, Всевышний своим молотом, но это тоже условно, это образы все, но говорится, что как молотом, ударил по сварге. Сварга пришла в колебание, и колебание разделило сваргу. Если раньше, до этого, также было множество проявлений Аллатара и сварги, но они были вписаны друг в друга по принципу матрешки, теперь эти проявления стали параллельно существующими. Так появились параллельные реальности. Кроме того, это было все создано так, чтобы эти параллельные реальности постоянно множились, взаимодополнялись, взаимопереплетались и гармонизировали друг с другом. Вообще, хоть что-то понятное из того, что это было? Да. Тогда прошу, выскажи свое понимание. Невероятно. Что? Я просто видел в интернете такой момент, сверху на динамик ложили кусочек фанеры или чего-то там и сыпали сахаром. И когда включали этот динамик, этот сахар в такие невероятные фигуры вырисовывал сверху. Это эффект хаут-хаут. Да. То есть… А вот заметьте, нашим предкам не надо было сахара вложить. Они звук чувствовали так, что звук они могли изобразить. В то же время любое изображение сразу могли превратить в звук. Потому что для них звук, форма – это все только средство передачи. Они образами мыслили. Мы сейчас мыслим словами. Даже несмотря на то, что семь лет я общался с Раяном Правейславом, все равно у меня мышление полностью образным не стало. То есть вот так оценивая мышление, я могу сказать, что у меня преимущественно словесное, то есть словесно-образное, с преимуществом украинского языка. А у наших предков полностью было образное мышление. Поэтому для них это было легко. Вообще, что такое параллельные реальности, веер миров, древо миров? Слышали? Понимаете, что это такое? Как это работает вообще? Нет, не понимаю. Как работает? Хорошо. Скажи, Всевышний Справедель? Ну, конечно. Скажи, пожалуйста. Нет, вопрос в другом. Нет, посмотри. Он справедлив. Давай как-то я задам вопрос, чтобы я дождался ответа. Думаю, да. Да. А скажи, Он Вселюбящий? Да. Он для нас хочет, чтобы было как наилучше? А? С какой точки зрения смотреть? Его, с высшей точки зрения. С высшей, думаю, да. Вот. А смотри, если я сейчас нахожусь здесь, а сколько еще только на нашей планете всего интересного? Вместо того, чтобы там изучать, как деревья растут, еще чего-то, я здесь сижу разговариваю. Соответственно, опыта получаю только определенную часть. А колоссальную часть опыта не получаю, так же? Да. И ты здесь тоже. Вместо того, чтобы садить растения, смотреть, как они растут, или изучать звезды, или медитировать. А разве так может сделать Всевышний, чтобы вследствие любого из нашего выбора мы получали только мизернейшую часть опыта, а большую часть того, который мог бы быть, не получали? Разве такое может быть? Мы же не можем находиться в одно время в разных… Можем. Вот на самом деле и можем, и можем одновременно. В этой реальности пока мы не можем. Ну я за что и говорю. Но, соответственно, когда перед нами стоит хоть какой-то выбор, хоть малейший, реальности делятся. И возникает реальность, где мы пошли налево и пошли направо. И в одной реальности мы получаем опыт, который в ней, в другой, который в ней. Эти реальности дробятся и делятся еще больше. И мы получаем весь возможный, нужный нам опыт. Вселенная так сделана, чтобы дать нам только нужный нам опыт. Если мы в прошлых жизнях уже это изучили, то в этой жизни просто для соблюдения того, что мы все должны изучить, мы это заново изучать не будем. Какая-то другая искра, похожая на нас, где-то будет похожую ситуацию изучать. Поэтому не во всех параллельных реальностях мы личностно проявлены. Но в большинстве проявлены части нашего сознания. То есть они всеми через сознание соединяются? То есть мы говорим о том, что я одновременно получаю опыт в разных параллельных мирах, правильно? Да. Ну как же тогда получается, я с ними со всеми связан? Сейчас объясню. Вот, например, сейчас я говорю, сейчас я глазами вижу во всех здесь. Звуки какие-то я слышу. Так же рукой дотрагиваюсь до пола, то есть ощущения какие-то. И причем ощущения могу указательным пальцем, большим, средним, безымянным мизинцем. И левой рукой так же само. А еще чувствую, что там, как язык мой, когда шевелится во рту. А еще отслеживаю, когда мысль прокручивается. То есть сколько всех процессов я могу одновременно отслеживать. Так же само на самом деле мы отслеживаем и все те процессы, которые происходят в других реальностях. То есть… Но для того, чтобы не было полной перегрузки, как правило, на нас одета еще одна иллюзия, которая делает, что нам кажется, что мы живем только в одной из них. Но на самом деле духовно развитые люди видят себя одновременно во всех реальностях. И вплоть до того, что есть такой способ прогнозировать будущее. Те, которые освободились от этой иллюзии? Да, они от этой иллюзии освободились, но они еще находятся в этом мире. Или можно от этой иллюзии не полностью освободиться, а только частично. А, вероятно. А мы эти параллельные миры как бы сами создаем? То есть вот… Нет. Постой. Когда Всевышний все это создавал, Он уже запланировал, как это все должно быть. Он знал, что мы станем перед тем или иным выбором. Вот давайте возьмем физику. Известно, что если наша планета будет на незначительную цифру ближе к Солнцу, будет слишком жарко. Жизнь, возможно, не будет. Так же же? Дальше замерзнет. Нет. Просто другие законы будут… Эта жизнь не сможет существовать. Она в другой форме будет существовать. Другая форма жизни, но не эта. Не биологическая. А, соответственно, если Вселенная чуть-чуть будет быстрее расширяться, известно, что она рассыпется вообще на атомы и не будет никаких образований. Это тоже физики доказали. С другой стороны, если чуть-чуть медленнее на какую-то… То есть там… Я видел это в учебниках по астрономии. Там цифра, единица, и к ней там десятки нулей. Еще написано в 27-й степени это все дело. Представляете, насколько незначительная цифра? Вот если чуть быстрее на такую незначительную цифру, гравитация сожмет Вселенную. Представляете, насколько Всевышний все это продумал? На каждом уровне. Соответственно, Он продумал все, что мы когда-либо сделаем. Евангелие возьмите. Без Его воли волосинка не шевельнется. Так же? Или кто-то может с этим поспорить? Не, не что. Ну, не страшно. Тогда прими пока это на веру и проверь. Возьми Евангелие и посмотри, есть там такое или нет. Ладно. То есть, создаются эти реальности. В упрощенном варианте их сравнивают с веером или с деревом. На самом деле, когда Раян про Вейславу вводил меня в состояние, чтобы я мог осознать свои прошлые жизни и вот это все дело, то возникла возможность видеть и те реальности в частности. И поэтому я могу сказать, что это скорее не дерево и это скорее не веер, это скорее вот такая как большая тонкая колонна, очень длинная, вокруг которой разные извилистые линии. А одни линии с другими соединяются, другие линии распадаются на десяток, какие-то линии заворачиваются вниз. Представляете объёмную эту картину? Кто не представляет? А? Примерно. Понимаешь, Патька? Да. Представляю. Хорошо. Только вопрос, что это за линии? Линии чего? Это линии вот этих реальностей. Как эти реальности состоятся, они отходят, потом соединяются с другими реальностями. А колонна? А колонна – это центральная реальность. Правильно? Нет. Нет, это центральная реальность. Тот, который отзоединяется в стране. Ну, как… А можно только вопрос? Да, да. Мы находимся в центральной реальности? Периодически мы в ней, периодически нет. Ну, если имеется в виду, это реальность конкретная. Вообще мы в каждой из этих реальностей. Ну, понятно, на данный момент. А вот эта часть наших сознаний, вот именно эта линия, она иногда соединяется с центральной, иногда отходит дальше, иногда разветвляется тоже на ряд других развилок. То есть они иногда пересекаются? Они иногда пересекаются. Больше того. Ну, например, такой привожу пример. Сейчас мы здесь сидим. А в какой-то другой реальности нас вообще нету, например. Ну, случилась там, не знаю, война какая-то, Украины нету. Катастроф. Соответственно, через миллиард лет, через миллиард лет, все континенты поменялись, и что в этой поменялись реальности, и что в той реальности поменялись. От старого очертания ничего не осталось, от нас никаких следов не осталось. Поэтому все равно или сейчас Украина была, или ее стерли ядерную войну. Что, совсем не понятно? Соответственно, понятно. Ну, 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 ну. Поэтому для того, чтобы лишнего не создавать, поскольку уже тогда это не принципиально, эти две реальности соединяются. А что такое вот эта центральная реальность? Для чего она? Центральная реальность – это как центральный сценарий. Вот есть центральный сценарий, представь себе, возьмем любое произведение, там, любую книжку, роман, там, историю какую-то, неважно. И вот возьмем такое, как оно есть. А потом начнем каждую из возможных ситуаций развивать всеми возможными способами. То есть, в таком случае центральный сценарий – это путь? Центральный, вот есть центральный сценарий. То есть, грубо говоря… А вокруг возникают десятки разных вариаций. Как оно могло бы быть при таком развитии ситуации? При такой… Они, как я уже говорил, расходятся, если есть реально… Это основа какая-то, да, получается? Ну да, центральный сценарий. Грубо говоря, компьютерная игра, у которой возможно разветвление сценариев. Да. И иногда, когда не принципиально предыдущее действие, она соединяется, а когда есть какое-то принципиальное различие между тем или иным выбором, она разделяется на другие возможные варианты. Когда нужно пройти эту часть, которая центральная реальность… Ну, во всех реальностях нужно там что-то главное пройти. Ну да. Все соединяются в центральной, проходят и опять расходят. Все не соединялись. Они вот когда-то все были рядом, а теперь периодически к ней подходят. Это так, чтобы все такого вроде бы не должно быть. Хорошо. А у кого был такой опыт, когда вот идем по городу, например, нашему, или там по родной местности какой-то и знаем, что вот здесь там памятник какой-то должен быть или улица какая-то, а ее нет. Или наоборот, здесь этого не должно быть, а оно есть. Была такая когда-то ситуация? Как и те, так и другие. То есть ты знаешь, что должно быть, но его нету, или ты знаешь, что его не должно быть, но вот оно стоит. Хорошо. А у кого была ситуация, когда мы знаем человека какого-то, долго с ним общаемся, потом встречаем его, а это как будто бы совершенно другой человек. И он иногда может даже не помнить значительной части нашего общения. Характер может быть даже другой. Но биологический он там, по паспорту он, а внутренний другой какой-то. Было такое? Бывало и такое, что даже вот иногда не можешь понять, где ты находишься. Вот. То есть все это следствие того, что иногда мы можем с этих линий перескакиваться. А принцип квантовой телепортации известный? Да. Что это такое? Я не объясню. Так это две частицы одинаковые разделяются, и когда с одной что-то делается… То есть они взаимозаменяются потом? Ну вроде как да. Вот так и мы можем взаимозаменяться. И, например, в той реальности, где я раньше был в Одессе магазин «Медиум», находился в помещении на лестницу, надо было подняться. А потом, получилось так, переместился в другой, в этой реальности, и он уже в подвальном помещении. Я у них спрашиваю «Почему так? Вы чтоб переехали?» Я говорю «Нет, мы всегда были». Поднимаю там фотографии, документы по городу «Да, всегда были». А в памяти есть, что вроде бы на лестнице было. Потом общинница мне одна звонит, говорит «А у нас уже скоро купало». Я говорю «Как купало?» «Да купало еще месяц». Она говорит «Да нет, купало вот сейчас должна быть». Она мне не поверила, прозвонила по всем общинникам, ей все подтвердили, что еще месяц. Но она точно клянется, что она помнила, что купало должно быть на месяц раньше. То есть можно попытаться некоторые такие ситуации с боями памяти, какими-то такими вот нюансами объяснить. Но этого всего столько, что так это просто не объяснить. И если в каждой из этих ситуаций глубинно коверяться, то, например, если такие сбои случились один раз, должна быть желательно какая-то схема, почему они случаются. Такого нет. И люди не больные, у которых это случается. Какое разумное здесь может быть объяснение, что просто периодически мы меняем реальности. По закону квантовая телепортация, когда взаиморавные частицы могут меняться местом нахождения. То есть получается, что в каждой реальности какая-то частица взаиморавная от нас существует? Да нет. Ты и есть ты, и я и есть я во всех реальностях. Но нам кажется, что мы только в одной. И вот наше тело, наши тонкие тела и наше третичное сознание, то есть тот уровень нашего сознания, которое отождественено с этим телом, взаиморавные в каждой из этих реальностей. Тебе совсем плохо? А? Там все взорвется. Блин. Больше не головы. Блин. Такой экспресс-прос. У меня уже третья лекция, наверное, за месяц, поэтому... Он до этого вообще никогда в это не вникал. Именно. У меня всякие спереврались. Просто для меня это не совсем новые данные, поэтому я ковыряюсь, начинаю там. Что вообще можно говорить за духовный мир, за вселенную? Когда у вас здесь в Херсоне столько интересных людей, которых вы даже не знаете. У меня в Одессе иногда, как думаю, того нет, этого нет. Там, например, по камням специалиста, еще почему-то. Вдруг нахожу до столько интересных людей, вообще не представлял, что они там есть. Вот тоже пример ограниченности нашего сознания, ограниченности нашего восприятия. Мы просто не знаем, где искать тот опыт, который мы ищем, которого мы хотим. Те, кто хотят понять сотворение вселенной, прошу повторять. Ом Сара. Алексей,iram. Алексей,